Максим Курников, начинаем уже. Вы услышали голос Павла Грудинина, директора совхоза имени Ленина. Я только напомню, что вы его еще увидеть можете. Подключайтесь к трансляции на основном канале ХМСКУ в Ютубе. А также задавайте вопросы. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Здравствуйте еще раз. Доброе утро. Доброе утро. Есть ли еще какие-то законные способы и надежды, что вы вернетесь в компанию? Или все, уже все стадии пройдены? Нет, еще Президиум Верховного Суда, но, как правило, у них уже нет таких жестких сроков. Они могут рассматривать, я думаю, до трех месяцев жалобы. И поэтому, скорее всего, не для того меня снимали, чтобы восстановить. Я думаю, что в Российской Федерации уже ничего сделать будет невозможно. А время пройдет, когда Европейский суд правом человека примет нашу жалобу. Нет, я же это уже проходил. Десять лет назад, в одиннадцатом году, меня сняли с выборов в областную думу, в Московскую областную думу. Именно тоже по основаниям, что я экстремист. Тогда, через два с половиной года, Верховный суд меня восстановил. Но уже выборы прошли, сказали, извините, вы не попали. Ну, в общем так. Павел Николаевич, вот извините меня, а зачем вам это нужно? Вот зачем вам? У вас столько проблем из-за них. Зачем вам это нужно? Вот я, это знаете, как я вам сейчас адресую вопрос такой же. А зачем люди выходят с плакатами? А зачем люди борются за свои права? А зачем, почему люди вообще отстаивают отчизну? Ну, так же можно было спокойно отсидеться в войну. Пойти каким-нибудь полицаем. И, в общем-то, все нормально. Бросить оружие, сбежать к себе домой в деревню. Ну, мы же этого не делали. Поэтому за державу обидно, хочется что-то изменить. Как-то хочешь, чтобы люди жили лучше. Вы слышали про патриотизм? Вот патриотизм как раз в этом, по-моему, заключается. В том, что наши люди жили лучше. Патриотизм не в том, чтобы, извините, все время поддерживать правящую партию. Иногда приходится спорить. Иногда приходится говорить, что нужно сделать. Тем более у нас есть такие примеры. Я считаю, что мы не только говорим, мы еще и делаем. Поэтому опасность КПРФ именно в том, что она говорит, а вот посмотрите. Совхоз Звениковский. Значит, Уссулия Сибирская. А вот Совхоз имени Ленин. А вот Богачево хозяйство. А тут мы еще поехали в Красноярский край с Афонином Вячеславовичем. Там такие хозяйства тоже. Солгон, Назаровская. Которые тоже те же самые принципы применяют социалистически. И в результате строят коттеджи для своих работников. Строят бассейны. Они тут приезжали. Я говорю, слушайте, у нас просто размер больше. А так, в принципе, то же самое. Помогают детским садам, школам, обеспечивают пенсионеров. Вот и все. Мы говорим, слушайте, давайте вот так вот будем работать. Павел Николаевич, да, но вы наверняка смотрите, как снимают с выборов кого-то, а как не снимают с выборов кого-то. Кого-то тоже находят в декларациях какие-то неточности, а с выборов не снимают. А как вам объясняет та же самая избирательная комиссия такой разный подход? Избирательная комиссия кому-то что-то объясняет? Ну, она же вам что-то должна была объяснить. Тем более, что ваш разговор с руководительницей избирательной комиссии, он, в общем, легендарный в некотором смысле был. Слушайте, тут много. Я тут потом услышал, что она еще, как это, в догонку мне, знаете, очень хорошо, оппонентам какие-то вещи говорить, когда они могут тебе ответить. Поэтому мы сейчас будем подавать в суд на председателя избирательной комиссии, потому что она уже, так сказать, совсем вышла за пределы разумного. А что именно, за какую фразу? Оказывается, я трудовые деньги выводил в офшоры миллиардами рублей за эти фразы. Причем, со вкусом имени Ленина, никогда не платил дивиденды, и никогда у этого офшора, который мне сейчас приписали, вообще расчетного счета не было. Значит, как можно было выводить какие-то деньги куда-то? И тем более, если у него какие-то информации есть, пускай покажет мне. Потому что они же сами в 2018 году меня проверяли и сказали, что никаких офшоров, никаких офшорных счетов у меня нет. А тут вдруг, по их мнению, я сошел с ума, и через 4 года вдруг решил организовать еще один офшор. В общем, бред, который... Перед выборами особенно. Да, да, да. Ну, слушайте, это другое дело, что... Вот интересный вопрос. А они что-нибудь объясняют вообще кому? Ну, они говорят, у них есть только одно. Идите в суд, а суд работает, значит, как этот... Ну, по избирательному принципу, значит, как это... В нашем все хорошо, а остальным закон, которого... Еще раз, меня сняли по ксерокопиям ни одного первичного документа, нет. Все понятно, что это была, как сказал Геннадий Андреевич, а Зюганов спецоперация, причем плохо готов. Будем разбираться уже после выборов. А как так получилось, что не хватило ресурсов КПРФ вас отбить, вас защитить? Как вы это себе объясняете? Вот это вообще мне непонятная фраза. Что такое ресурсов не хватило? КПРФ действует в соответствии с законом. Она идет в суд и говорит, слушайте, ну, вы посмотрите, у вас нет ни одного документа, ни одного официального... То есть даже Генпрокуратура не может предъявить даже запросы свои, которые она посылала якобы в Белисс. Хотя в Белисс она, судя по всему, ничего не посылала, потому что за два дня им никто из офшорной зоны ответить просто не мог по определению. Просто по времени даже не хватило. Поэтому, слушайте, все было придумано, но дело не в ресурсе. Дело в том, что у наших оппонентов огромный ресурс, а у нас его нет. Это, знаете, вы можете мне вопрос задать, а почему КПРФ не пускает на центральные каналы и все время, если вроде равный доступ должен быть к средствам массовой информации, а его же не существует. И почему КПРФ не возмущается? Она возмущается. Кстати, слышали, да, они подали в суд о том, что подкуп избирателей произошел прямо на съезде Единой России. Как вы думаете, как суд на это отреагирует? По закону. Разумеется. А у нас кто-то по закону? Все по закону. Что вы такое говорите, Павел Николаевич? А кто вас снимал? Вот как вы себе, какая персональя, какой уровень? Как вы наверняка пытались понять, разобраться, кто получил команду эту? Точнее, кто получил команду, кто ее отдавал? Смотрите, вот это тайна за семи печатями. Потому что, насколько я понимаю эту историю, это же все равно обязательно обсуждается каким-то образом. Там тоже какие-то течения внутри власть имущих. И одно течение было, ну и пускай себе идет. В чем там? Одним больше, одним меньше. А другое течение было? Не, ни в коем случае. Кто-то из политологов провластных сказал, что в Грудинин сможет попасть в Госдуму только на броневике. Я его так послушал, думаю, ну они сами же говорят, что мы доведем до революции. Ну хотя КПРФ категорически против всяких экстремистских, каких-то незаконных действий. Поэтому я даже не знаю о персоналях, я понимаю только одно. Люди, которые не хотят меня видеть в Думе, и не хотят усиления КПРФ, а они сидят на самых высоких властных креслах. Ну и все, потому что так решить вопрос с генпрокуратурой не способен ни один губернатор, никто. Это более высокий уровень. Ну давайте тогда о том, что дальше. Вы говорили, что теперь думаете о том, чтобы вступить в КПРФ. То есть вы до этого, давайте напомним, членом КПРФ не были. Вы близки были к этой партии, шли от нее, но не были членом КПРФ. Почему решили вступить и будете ли вступать в итоге? Я тогда говорил о том, что, знаете, ты чувствуешь себя как в окопах. Страна в опасности. Идет война, бой такой, как в Великой Отечественной. И многие просто беспартийные, когда сидели в окопах и шли в бой, не знали, как все это будет, чем все закончится. Это очень опасная была история. Они сидели и писали, иду в бой, прошу считать меня коммунистом. И я вот так себя и ощущал в тот момент, когда мы в Центральной избирательной комиссии сидели. У нас все доказательства на руках, а избирательная комиссия голосует совершенно не в соответствии с документами. И поэтому я так себя и ощутил и сказал, да, я пойду в коммунисты. У них же там тоже, значит, нужно две рекомендации дать. Сейчас определять, в какую партийную ячейку я попадаю. После этого кандидатский там какой-то минимум. Надо изучить устав партии. Но то, что я буду коммунистом, у вас уже сомнений не должно вызывать. Кстати, мне сейчас надо оформить доверенным лицом партии. Не знаю, почему Центральная избирательная комиссия молчит. По идее мне надо выдать уже мандат доверенное лицо КПР. Давайте я напомню, что мы говорим с Павлом Гурдининым, директором совхоза имени Ленина. Вы наверняка слышали, Сергей Лавров вчера, что... Хочет отобрать у вас Сталина. Да, хочет отобрать у вас Сталина. И буквально переманивает людей, которые пошли бы голосовать за КПРФ на сторону Единой России. Потому что напомню, что Сергей Лавров входит в пятерку Единой России. Когда вы были кандидатом, для вас Сталин был фигурой, которой вы привлекали людей, или которую вы понимали, какое-то количество людей от вас отвернет? Отпугнет, да. Как вы воспринимали его фигуру? Давайте с самого начала. Мне кажется, что Россия страна с непредсказуемым прошлым. Эта фраза очень показательная. Вместо того, чтобы обсуждать проблемы нынешние, все пытаются куда-то в прошлое уйти, потому что нынешние проблемы почему-то обсуждать, особенно партия власти, не хочет. И нас специально затягивают... Я вам пример приведу китайских коммунистов, которые, например, говорят, что Мао Цзэдун на 60% был прав, а на 40% не прав. У каждого лидера есть ошибки. Никто не говорит об этом. И, кстати, многие из них были развенчаны на последующих съездах партии, коммунической партии Советского Союза. Но если вы опросите 100 человек, выйдя на улицу, 70% вам скажут, что Сталин — это больше положительное влияние на нашу страну, чем отрицание. Я понимаю, что у нас своеобразная аудитория, но если мы у нас такой вопрос проведем, мы получим обратный результат. Нет, подождите. Мы сейчас по-другому. У каждого есть своя аудитория, ваша аудитория определенным образом, а аудитория, например, красной линии совершенно другая. Но я вам сейчас один пример приведу. Мы тут ездили в поездку вместе с Юрием Вячеславовичем Афонином в Томск. Вот только что вернулись. Там единород пришел на нашу встречу, между домами народ собрался, и он пришел. И стал спрашивать, а почему вы не излагаете цветы к поклонному кресту, который посвящен жертвам репрессий? Ну и Юрий Вячеславович, как историк, ему ответил абсолютно логично. А я стоял и думал, а вот кому сейчас мы должны цветы разлагать? Вот он пошел бы цветы разлагать к тем людям, то есть к могилам тех людей, которые лежат сейчас на кладбище, которые умерли в результате реформы здравоохранения за последние несколько месяцев. Потому что давайте о прошлом забудем, давайте вот сейчас разберемся, а какое количество людей сейчас погибает от реформ бездарных, от того, что у нас происходит в стране, сколько у нас нищих, сколько бедных, сколько на самом деле умерло вот за эти 30 лет перестройки, а их же больше потеряли мы, чем в так называемой репрессии. Поэтому давайте думать о будущем. Ну давайте не будем все время вспоминать. Кстати, вы знаете, что Петр Первый сам рубил головы стрельцам? Там вообще похлеще было, чем у Сталина. Меня затерезанула фраза «так называемые репрессии», но это, в общем, ваша позиция. Нет, я объясню вам, почему так называемые репрессии. Потому что я недавно прочел интересную статью о том, что израильтянин, ну то есть человек, который переехал из России в Израиль, возмущается тем, что в репрессированные попал человек, который в Латрии расстреливал на стороне немцев. Бывает, да, но это не отменяется. Тут надо с каждым случаем разбираться. Потому что каждый случай очень индивидуален. И я считаю, что у нас вот компании, то компания была все репрессированные, то потом компания, что все враги народа. Давайте без компании. Да, но вот когда вы сейчас говорите о том, что происходит с выборами, снимают и вас, человек одних взглядов, или ваш Лосберга, человек совершенно других, противоположных вам взглядов. Как вы это называете? Это что? Это надо с каждым случаем отдельно разбираться? Или это в целом какая-то нехорошая ситуация происходит? Еще раз, если вы проводите аналогию, то я вам скажу сразу, что мы против политических репрессий. Вообще любых, правые, левые, значит, националисты и еще кто-то. Давайте попробуем решать вопросы не путем возбуждения уголовных дел, путем всяких придумок, снятия. Кстати, вы еще не иноген? Нет? Пока нет. А вы? А вы? Я уже даже не знаю. Потому что, по сути своей, знаете, как у меня появился офшор, а ты там не знал. Как мы видим на примере телеканала «Дождь», и не узнаете, если самостоятельно не полезете в реестр проверять. Вот и все. Поэтому я вас так и спрашиваю, потому что я-то в реестры не лажу. Но в принципе, это в принципе осуждается нами, потому что нет, за политические, скажем так, взгляды ни в коем случае нельзя репрессировать. Вот Левченко сидит сейчас. На каком основании? Ну понятно, что у него нет оснований никаких. Удальцов репрессирован, Платошкин репрессирован. Это все репрессии. И какая разница к нашим оппонентам политическим или к нашим соратникам? Но вы общаетесь как-то с теми, кого тоже снимают? Вы как-то обсуждаете это? Кружок по интересам создания? Или это не повод, чтобы объединяться? Подождите, вы же поймите, мы сейчас занимаемся выборами. Я считаю, что вот эти, скажем так, незаконные снятия, они объединяют всех без исключения против одной политической силы, в чьих интересах это делается. А вы понимаете, что все снятия делаются в интересах правящей парки. И поэтому мы все объединяемся. Просто мы говорим, что, слушайте, единственная политическая оппозиционная сила, которая дошла до выборов, это КПРФ. Все остальное это либо спойлеры, либо организации, которые так или иначе делают вид, что они борются. И поэтому номер один в списке это единственный шанс выйти в стране в, скажем так... Вопрос пришел в другую. Да, вы перечисляли репрессированных, а Алексея Навального вы относитесь к репрессированным? Конечно. Все, без исключения эти люди, они являются политически... То есть это был практически... Еще раз, если бы его посадили за клевету, я бы понял, никто же его не сажал за клевету. А тут, подождите секунду, а Левченко, руководитель политической партии или там фракции КПРФ в Иркутской области. Почему он-то сидит? Он тоже сидит без суда и без следствия уже год. И чем Навальный отличается от Левченко? Для нас ничем. Давайте еще одну тему успеем с вами проговорить. Вы рассказывали о том, как избирательная комиссия вас снимала и что, в общем, она ничего не объясняет. А вы после этого всего верите вообще в то, что это будет как-то справедливо посчитано? Есть ли смысл идти на эти выборы, если там нарисуют все, что хотят? Я считаю другое. Я считаю, что если мы достучимся до наших граждан, до избирателей, они все придут на выборы, позитивкации будут невозможны. Ну или будет вообще бессмысленно все это делать, потому что мы как-то подсчитали, что если 60 или 70 процентов наших граждан придут на выборы, сколько бы они ни приписывали, сколько бы там в электронном голосовании ни приводили своих этих, я их называю бюджетник, ну бюджетники, бюджетные рабы, так называемые, уже будет бесполезно что-либо сделать. Мы получим больше 50 процентов однозначно. Еще раз. В обществе, вот я езжу сейчас по регионам, Томск, Пермь, Красноярск, ну много проехал, послезавтра уезжаю тоже. Все, без исключения, понимают, что нет альтернативы коммунической партии Российской Федерации. Если мы добьемся того, чтобы люди пришли, то мы победим. В любом случае, сколько бы они там ни приписывали. Но что делает власть? Она же сушит явку. В том числе, кстати, я тут слышал, вы там проводили опрос, стоит идти на выборы, не стоит идти на выборы. Но постоянно. У нас, между прочим, 80 процентов идет среди нашей аудитории. У нас 80 процентов. Если бы вы сказали своим слушателям, в любом случае надо пойти на выборы. А вы знаете, мы не можем такое сказать, потому что вот Максим не ходит на выборы. Я хожу, Максим не ходит. Еще раз. Мы не можем такое говорить. Он умный человек. Плохую власть избирают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Именно вы делаете так, чтобы можно было фальсифицировать. И поэтому прийти, ну, прийти активную жизненную позицию. Максим, вы знаете, на митинги ходите? По работе, конечно, но я их освещаю. Но, Павел Николаевич, я хочу понять. Вот все-таки, вы сами говорите о беспрецептности избирательной комиссии. Почему вы считаете тогда, что они, если люди придут, посчитают так, как надо? Я уверен, что если Максим придет и отдаст твой голос, а мы там красный контроль наладили, там много. А еще мне скажут, знаете, у меня активный гражданин России, я хочу изменений, поэтому пойду наблюдателя. И сделаю так, что вообще никто не... Я ровно так и сделал, да. Ну вот и все. И тогда, слушайте, если мы все поднимемся, еще раз, если бы, как во Франции, вместо 100 тысяч, которые КПРФ пришло на митинги против пенсионной реформы, вышел бы миллион человек, никакой бы пенсионной реформы не было. И поэтому сидеть дома, а потом жаловаться, что вот у нас все плохо жить, это не подход. Наш подход другой. Встань с дивана, пойди проголосуй и обеспечь честные выборы. Вот и все. Павел Николаевич, просто это не убеждает, понимаете, что будут честные выборы. Наблюдатели не пускают, видеонаблюдения не будет. Да все уже сделали, чтобы люди считали, что там будут сплошные фальсификации. И они сидят, ну то есть я-то хожу на выборы, но я могу сказать за людей, с которыми я общалась, они говорят, зачем я туда пойду, если они все равно за меня нарисуют. У вас что, наблюдателей хватает закрыть все участки? Если он пойдет на выборы, то нарисовать будет гораздо сложнее. Вот они рисуют именно потому, что никто не ходит на выборы, ну не многие ходят на выборы, но если придет 60 или 70 процентов и будут очереди стоять, они не смогут просто физически накидать такое количество голосов. А мы все говорим, слушайте, ну поскольку выборы нечестные, мы не пойдем. Ну так и живите тогда в этой, скажем так, стране, в которой нет выборов, нет выбора. Она говорит, а вот скажите мне, пожалуйста, вы только что называли фамилии людей, которые пошли на выборы в качестве кандидатов. Тогда они вообще тоже должны пустить руки и не ходить никуда. Я хотел спросить, вас сняли, а у вас такой боевой настрой. Еще раз, вы хотите изменения в стране, ничего не делая, сидя, значит, я считаю, что это гражданская позиция наша. Мы, да, тяжело, да, подлецы, значит, да, власть делает всякие гадости, но это не значит, что мы должны сдаться. Павел Гудинин, директор совхоза имени Ленина, был в эфире радиостанции Эхо Москвы. Но у нас есть 2 минуты на YouTube. Есть 2 минуты для YouTube, да. Павел Николаевич, почему морковь дороже бананов? А, я очень интересную версию слышал в Красноярске от одного директора совхоза. Бананы, вообще, если честно, если вы знаете, как растут бананы, то там особенно расходов не нужно. Ну, да. А вот морковь, ее надо семена покупать, работать, но почему морковь в этом году подорожала? Потому что морковь невозможно фиксифицировать. Если вам сыр могут сделать из любой гадости и привезти будет копейки он стоит, то морковь, если ее мало, если ее негде взять, цена на нее растет. И получилось так, что у нас был разрыв, мало посеяли и не хватило, а из другой страны привезти просто было невозможно. Дефицит товара обязательно приходит к повышению цены. Сейчас, кстати, цена падает, именно потому, что появилась морковь наша, отечественная, но в любом случае она будет дороже, чем в прошлом году. Потому что, если вы посмотрите динамику посевных площадей и то, что происходит сейчас в стране, ну, я имею в виду разные природные катаклизмы, скорее всего, моркови будет меньше. Она будет дороже. Для того, чтобы цена не росла, надо применить те предложения, которые КПРФ в своей программе озвучит. Тогда и цена на морковь будет стабильно, как в Советском Союзе. Знаете, сколько морковь стоило в Советском Союзе? Ну-ка. Десять копеек. Десять копеек. Блин, копеек. Десять. И она не росла цене никогда. Ну, и зарплата была тоже не у всех за сотню рублей. Ну, это целую лекцию прочесть о том, что такое баланс продовольствия и что нужно делать, чтобы цены на продовольствие были стабильны. Это нам надо отдельную программу делать про это. Да. А мы зависим с вами от импорта. Понимаете, в чем проблема? Мы почему-то зависим не от собственного производителя, а от импорта. А производитель России, к сожалению, дороже, чем производить в той же Польше, Белоруссии, Казахстане, ну, в общем, и всех так называемых... Все, возвращаемся. Спасибо большое, Павел Николаевич. Все, до свидания. Счастливо.